Первый в истории Кубок России по пара-бадминтону прошел в Казани. Спортсмена щиты Андрей Щукин на этих соревнованиях завоевал бронзу. Он занимается бадминтоном уже два года. Все началось с того, что тренер заметил Андрея на спартакиаде и пригласил попробовать силы в новом виде спорта. В финале Кубка России по пара-бадминтону Андрей принял участие впервые. Вместе с ним наш регион представлял и Георгий Шишанин. Это был финал Кубка России, третий этап. К сожалению, первых два этапа мы не смогли принять участие. Но ввиду финансовых проблем, считаю, выступили достойно. Щукин Андрей занял третье место в своей категории. По спортивной классификации он может получить кандидат в мастера спорта. То есть это был первый бадминтонист в Забайкальском крае, который получит звание. В чемпионате по пара-бадминтону приняли участие около 60 человек из разных регионов России. В финальном поединке Андрей Щукин соревновался со спортсменом из Таврополя. Игра оказалась очень длинной и напряженной. Поддержка тренера помогла спортсмену сосредоточиться и одержать победу. Это же опыт, это наигранность, это общение. И я много оттуда привез для себя. Увидел свои ошибки, увидел свои недостатки, увидел, как другие играют. Родные очень поддерживали. Но они не думали, что я выиграю. Но так получилось. Фортуна была на моей стороне просто на раз. Эти соревнования позволили забайкальским спортсменам найти новых друзей и получить бесценный опыт, без которого трудно достичь больших высот в бадминтоне. Финансовую поддержку забайкальским спортсменам оказала губернатор края Наталья Жданова, а также другие организации региона. Федерация бадминтона Забайкаля существует уже шесть лет. Готовить пара бадминтонистов начали лишь три года назад. За это время спортсмены добились больших успехов. В Министерстве спорта Российской Федерации запланировано три кубка России по парабадминтону. И четвертый этап, это финал, также будет проходить в Казани. Плюс чемпионат России в июне. Надеюсь, мы примем участие во всех этих соревнованиях, потому что перспектива есть. Екатерина Петина, Андрей Шаронов. Время новостей.